Привет! Всем добрый вечер! Приветствую вас всех на нашей встрече МММ сегодня. Очень рада вас всех видеть. Сегодня у нас 23-я встреча МММ. Позвольте мне представиться вкратце. Возможно, многие меня уже знают, потому что я часть команды МММ. Меня зовут Патрития Оливера Кешпамайер. Я живу в Италии со своим мужем Кешпамайером. Мы вместе работаем в ДБС. Уже много лет. Я очень счастлива сегодня видеть всех вас на нашей встрече. Я люблю наше благословленное сообщество. Сегодня некоторые объявления, чтобы помочь вам в программе. У нас есть перевод на русский язык. Прошу прощения, это неправильное произношение фамилии. Я думаю, те, кто меня слышит на этом канале, они что-то так трудонужно, чтобы слушать перевод. Также, чтобы не мешал вам изначальный звук, вы можете его убрать, нажав соответствующее кнопочку и благодарю Галину за помощь с переводом. Это помогает всем своим участникам. Также я прошу вас всех правильно переименоваться. Пожалуйста, выберите для этого участника свое имя, нажмите кнопку «Дополнительно» и выберите опцию переименовать. И, пожалуйста, напишите вашу фамилию и имя. Спасибо, что вы делаете. Выберите, что переименовать и назовете себя правильно. Пожалуйста, направляйте также ваши вопросы, которые будут возникать нашему МСИ. И также вопросы по технической части нашему техническому партнеру Энди. Пожалуйста, присоединяйтесь в молитве. Добрый вечер, дорогой Небесной Родитель. Хочу благодарить тебя за время, которое у нас здесь есть с тобой сегодня вечером. Хочу пригласить тебя на нашу встречу сегодня. Сегодня наша тема. очень ценная и близко твоим сердцем. Хотим говорить о супружеской близости и все пары, которые присоединились. Мы знаем, что это очень деликатная тема. Очень много эмоций с этим связано. И много потенциала в этом и для боли, и для обиды, и для радости. И мы здесь сегодня, для того, чтобы было слышать Дэвида и Митсуэ, которые поделятся своим опытом, поделятся словами истинных родителей о близости. И мы хотим поделиться этому с нашими любимыми, с нашими друзьями, с нашими общинами. Мы хотим, чтобы ты был центром наших взаимоотношений. Поэтому, чтобы ты мог быть в центре каждой пары, каждого из индивидуумов, чтобы ты мог направлять в наши жизни, как близких партнеров. Мы благодарны, что ты здесь сегодня с нами вечером. И мы хотим, чтобы ты смог быть счастлив, счастлив присоединяться к нам, чтобы мы смогли создать здесь хорошую среду, чтобы мы могли чувствовать себя в спокойной безопасности, чтобы поделиться даже по такой деликатной теме. Мы хотим, чтобы ты мог присутствовать с нами, чтобы ты мог присоединиться и возрадоваться. Пожалуйста, будь с нами. Мы просим тебя и приносим тебе этот молитвенный очаг. От всех нас, собравшихся здесь, и во имя Франчески Андреаса Гундекер-Чирелли. Спасибо, Энди, за прекрасную молитву. Позвольте мне начать некоторыми словами, объясняющим, что такое МММ для тех, кто к нам присоединился впервые. Это означает «Достигни большего или лучшего в своем браке». Это инициатива Европейского Департамента благословленных семей. Мы горим этим проектом. Мы проводим ежемесячные онлайн-встречи для благословленных пар, на которых с нами делится одна из благословленных пар, экспертов в своей сфере. И затем мы обсуждаем это вместе. И все это вращается вокруг брака, семьи, благословения. Хотела бы представить вам членов нашей команды, которые уже давно вместе. Ну вот слева направо. Прекрасная пара Абигайл и Виктора Таута. Также Андреаса и Франческе Будакарчерелли. Прекрасная семья Дэниела Линстома. Наша замечательная любящая пара, Андреаса и Франц. И семья Орланды Шенк, которая возглавляет департамент подробностей семей региона Европы и Южного Востока. Программа у нас будет в две важные части. Есть место для выступления спикеров, также есть место для вопросов и ответов. И также время для встречи и обсуждения в группах. Сегодня, как обычно, мы поговорим, послушаем наших выступающих. Также у нас будет пятиминутный перерыв, прежде чем мы начнем наше обсуждение, потому что это позволяет переварить и настроиться на общение с братьями, с профессорами. Чтобы помочь нам создать наилучшее обсуждение в группах, чтобы распорядились всех, мы просим всех участников написать ясно свои имена. Мы постараемся собрать группы, они обычно у нас до 6 тысяч человек встречают, пар, то есть пары, которые в сходных условиях. Например, молодые пары, молодославленные пары, маленькими детьми, пары со взрослыми, чтобы мы могли поделиться отец со своим опытом и так далее. Мы пользуемся при этом информацией из регистрационных форм, поэтому очень важно, чтобы вы были зарегистрированы полностью, чтобы мы смогли создать вас наилучшим образом. Ну, а сейчас, на самом деле, прекрасный момент, момент, когда я могу представить и рассказать несколько слов о паре, которую мы сегодня приветствуем здесь с нами. Прекрасная пара. Потому что с ней с нами и в Соединенных Штатах Дэвид и Митсуэ Вольфенбергер. Дэвид и Митсуэ получили богословение в 1982 году, как и мы. Они распространяют страстью Божье Слово, они очень много говорят о близости, о том, как достичь самого лучшего в этой сфере своей жизни. Мы с ним детей, и они уже 33 года также ведут бизнес, рыболовный бизнес. И также параллельно с этим они работают над стимой коммуникации близости. они также возглавляют и являются основательным проектом High Moon. Это потрясающий проект, проект, который направлен на противостояние проблеме порнографии для порнозависимости в нашем сообществе и в мире. Сегодня они поговорят с нами о близости. И я хочу вам напомнить, во время их выступления, пожалуйста, отравляйте ваши вопросы, которые у вас будут возникать безусловно нашему посту Энди, который молитву произносит. Дорогие Девида и Митсуэ, пожалуйста, слушаем вас. Спасибо. Спасибо, Патрикия. Спасибо, Энди. Я хочу прежде всего предупредить, мы не лидеры церкви, мы не консультанты семейные, у нас нет биологического фэкграунда, мы много где были, много где ездили, как патрица уже сказала, чем мы говорим, ну да, точно, естественно. в том числе сейчас, потому что мы скоро отпразднуем наши Саракали как семья. Это потрясающе. Мы смотрели в гугле некоторые видео с нашего Боксловения 82-го года на Энсенской Гарден, и мы видели вот эту череду белых платьев и черных костюмов, мы не могли найти себя, не смогли найти себя. Да, но мы точно там были. А еще мы в общем и другие видео мы смотрели и опять себе не нашли. Видите, надо обернуться назад. Патрица и Франц, они тоже будут праздновать свою 40-летнюю годовщину. Надеюсь, что все вы доберетесь до 40-летней годовщины. Как и Энди поделился, близость может быть источником и боли, и травмы, может быть источником величайшей радости, глубочайшей радости и счастья, связи с другом, связи с Богом. Я уверена, что мы все из этого сделали. Если вы в браке, вы точно не переживали то и другое, но что каждая пара переживала и испытывала. Если вы не чувствуете такого же притяжения, я думаю, что Небесный Родитель дал нам нашу сексуальность и для того, чтобы мы притяжение к нашей второй половине. Знаете, история про Франкенштейна, я похожа на франкенштейна, франкенштейна, он немножечко такой вот на свое творение что-то вылил, чтобы его оживить, какой-то такой вот секретный ингредиент. и вот это вот зелье нам нужно, чтобы мы почувствовали притяжение вокруг. Давайте представим ситуацию. одна сестра решила спросить своего мужа вечером, страшный вопрос решил задать, почему мы больше занимаемся любовью. У нее тело очень изменилось во время пандемии, и к тому же она родила ребенка только она делала много печенеушек и смотрела телевизор, она чувствовала, что больше она своего мужа не привлекает что делать, если мы не чувствуем себя сексуальными или не чувствуем себя желанными со стороны своего мужа. Если супруг не чувствует, что он нас привлекает или что мы что-то поделать не можем, но любая пара, я думаю, пришла так у меня. молодые пары, которые засели, например, во время пандемии вместе сидели и вместе и тоже друг другу подмазтоели. нам вот уже в 60 мы понятное дело, что нужно заниматься собой и поддерживать порядки, чтобы как-то друг другу продолжать впечатлять с эксплуатой мы очень старались оставаться сторонними, но также нам нужно было принять свою реальность, что никогда у Дэвида уже больше не будет кубиков на плесе, а у тебя их никогда и не было. что же правда, мы уже покрыты морщинами, такие крепкие, как раньше, мы могли набрать вес, женщины тоже обрюзли такие, ну, не митсуэ, митсуэ, нет, они так. И мы можем желать быть эксопильницом, но это очень сложно в наших состояниях. Что важно понять? Не то, чтобы все думали о сексуале. Для меня самое главное мой супруг, он все еще считает меня привлекательным или моя супруга? например, митсуэ думает, читайте меня, ты ведь по-прежнему сексуальный. Да, как ты думаешь? Окей, мы видели фильм «The Illinite» called «Still Mind». И это было речи, это и они были очень сильные отракции другим, это мощное любовь. И это очень любит эти фильмы. И там была пара, которая была уже около 80 лет, и они очень не были притянуты друг к другу. И мы навещали наших родителей, они уже старенькие. Я помню, как мы приехали к ним, как они спускались по лестнице. Я помню, когда мы приехали к ним впервые, вместе, когда поженились, и видели, как они спускаются вместе, мы смотрели на них, мы сказали, как мы будем спускаться вместе, поле и подумали, что будет с нами. Белые волосы, лица, морщинах, руки вместе. Как наша любовь, чтобы наша любовь была крепче, с годами, и глубже, и как она станет более драгоценной. Ты когда-нибудь сознавала ситуацию, как выглядит твоя тела? Ты пыталась когда-нибудь выключать свет посторее, чтобы я не видела тебя, как ты залезаешь в постель раздетая. Я по-прежнему смотрю на собак. Митси изучила слова снила отца о том, что нужно ложиться спать обнаженными, и она следует рекомендации снила отца, я ей благодарен за это. Мы порой самые жесткие критики в самих семьях. Некоторые пары просто испытывают страх смертный, чтобы показаться перед другом в голом виде. И я помню одну женщину рассказывала, что однажды она была в ванной, и зашел твой муж посмотрел на нее, и на его лице отразилось гримаса отвращения, и она не могла этого забыть никогда. мы очень уязвимы, когда мы открываем взгляды, мы должны быть очень добры, мы должны быть очень чувствительны, мы должны очень искренне любить своего супруга, мы должны напоминать своего мужа и меня, о том, как они красивы, о том, как прежнему, мы тянемся к ней. Вы можете найти 10 хороших моментов своей жизни. Есть такая шутка про старые пары, старые пары. Женщина, она причинает к своим мужем. Я уже такая старая, лицо в машинах, и муж опять кивает ей. Волосы все седые, муж говорит. Да, он говорит, ну что, зрение у тебя хорошее. Она также говорит, ну сейчас ты еще милее, чем в день, когда мы встретились. Это то, что имеет в виду сед, когда говорит, что любовь слепа. У нас такая есть ослепление в любви. мы смотрим сквозь пальцы на все наши несовершенства, увидим настоящую красоту. Если вы скажете себе, я слишком толстый, я слишком морщинецый, я никогда не буду в супермодель. Ну да, так оно и есть. Но если вы скажете себе, я больше некрасивный, я противный, кто уже сможет подумать иначе, и это ложь. Выкиньте эту ложь. Боже, Бога, вы Сын Бога. Вы прекрасны вообще в том, какие вы есть. Уже такие, вы можете чувствовать что мне вся стула потребуется подняться с стула. Бывают у нас времена, когда мы не чувствуем себя всем заниматься любым. Ну, с годами становится больше такого времени. Да, мы устаемся, там уже плохие новости, сворачивая, как планировали. недостаток сексуального желания происходит, когда мы слишком стресс и очень устали. Давайте посмотрим, что отец и мать говорят по этому поводу. А можно она ложится в постель и чувствует себя в мире? Она помогает прикоснуться к лицу своего мужа, к его глазам, носам, и ушам к рукой. И также она приведется к его плечам и рукой и прикоснется к его ноге своей ногой. А затем такой будет последний подарок, который остался неприкосновенным. К чему она прикоснется, в конце концов, к его половому органу, это был самый ценный подарок. Каждый отец говорит, когда пара занимается любовью, миллиарды клеток просто одновременно подскакивают. у нас есть мощные и богатые неврологические реакции. Мы прикасаемся к разным и телом и вся химия нашего тела устроена таким образом, чтобы мы могли почувствовать вдохновение и возбуждение. Вот, смотри, вот если я очень встал, вот очень много, я не хочу заниматься любовью, но ты думаешь, мы уже как-то давно, мы не были вместе, но хорошо для нас обоих, что ты делаешь? Я попрошу его. Девит, а ты сильно устал? Я говорю, ты сильно устал? Я делаю то, что одесс говорит, я прикосновение к его лицу, ко всему остальному и вот так вот. Везде. Да, до самого когда. Прикосновение может быть таким игривым образом, Наша. Происходят изменения, когда ты начинаешь меня в голове? Да, что-то начинает в нем просыпаться тогда. Ты чувствуешь, что я твоя собственность, это точно моя, только моя. восхищаешься своей собственностью? Иногда да. ну вот, да, вот так он и он это цикл что преимущество как бы последствия не только удовольствие но пары которые занимаются любовью два раза в неделю пока они живут больше больше чем бар который не занимается любовь по крайней мере поэтому продолжайте говорить я сильный я любишь мои волосы и морщинки не за собой прекрасная история и все что есть у моего мужа и его морщинки и морщинки и волосы все это драгоценные очень важно как я отношусь к своему телу это важно сексуальной жизни очень важно как нашусь это очень важно что я сексуален возможно они видят что я не так как вы ребята можете попробовать своей жене средства очень приятные по уходу за телом и красивое белье не знаю продаю но в общем то что могло бы вдохновить вас то что мы вдохновить на и друзей рассказал мне такую что они были ее муж 6 сексуальных пижам когда эти родились они перестали заниматься месяц год они заниматься либо они взяли вот этот вот курс центр вселенной они прочитали слова отца и его наставления она достала эти пижамы она сказал когда они планировали заниматься любовью они готовили очень красиво свою отношение совершенно она мне засвидетельствовала об этом как история о семи сексуальных пижамах запомнили есть что вдохновляет вас что вдохновляет мужа просто эти пижамы это может быть как каким-то таким кодом знаете как секретным языком она может написать надеть сегодня что вы делаете от того чтобы вдохновить сексуально вашего супруга он все еще вы можете даже не молодо можете быть с морщинами и с лишним весом но вы можете по-прежнему привлекательными вашего единственного супруга ну и кроме того за ним когда мы занимаемся боем тоже чувствуем себя социальными как мы позанимаемся любовь говорит ну вот а ты говорю что устал и говорит да это такое чудо может я поставь себе целью хотя бы иногда делать что ваша жена достигала оргазма это очень часто мы в церкви первое поколение по крайней большинство первого поколения мы не как бы не выбирали своего супруга мы взяли его предложение нам пролистые родители в случае второго поколения вам выбрали родителей может быть вы с нами нашли супруга родители благословили вас у нас как-то было по супруге он тоже там муж сказал что он так ждал своей первой брачной ночи от ничего другого они добрались и он желал что они займутся любовью но она не была готова хорошо ты можешь подождать а сколько ты готов подождать на меня сто лет боже бедный парень закончил с тем что они не чувствовала что у нас была романтика просто чувствовал он влюблен просто что пора я хочу вам показать сейчас одно видео ну вот эти оцените крылья да надо поработать нам надо что важно во время встречи такой любовных встреч мы с миссией это делали годами мы выходили на такие свидания вместе мы стараемся каждую неделю это делать мне нравится еще одно видео у нас были маленькие небольшие мы решили пойдем на светанье если все идет трудно мы рекомендуем встречаться раз в неделю когда мы договорились мы решили может быть раз в месяц я вот ну че так редко мало но если вы у вас все прям хорошо хорошо вы такие наполненные у вас хорошо с любовью вы раз в месяц можете делать такие выходы но если нужно то есть найти правильный ритм для встреч и поддерживать ведь смотря на что это очень важно когда вообще все идет тяжело как условия это нужно раз в неделю ходить убеждайтесь том что вы посвящая этому время проводите время вдвоем вы будете работать каждый день традиционная например ситуация вы кормите семью нужно поддерживать дом детей создает для своих детей это важнее чем ваше физическое если вы к таким же отношениям посвященностью браку профессиональной жизни и своей духовной 6 потому что это часть ваше отношение с супругом вечно отношение 50 миллионов лет спустя в духовном мире вы будете с этим самым парнем имеет смысл до ложится мы духовно и ваш вклад времени своего супруга скажется на ваших детях очень вашего дома начала ходить благодаря нам на такие встречи и вы знаете что они обнаружили что дети стали хвастаться другим что мне родители ходят на святые друг с другом и у ребенок буквально ходил старший хвастался всем родители ходят на святые он так гордился любовь и они поняли что это источник гордости и спокойствие для своего ребенка и нас как то с другими семьями я слышала в общем я оставила свою дочку поиграть с другими детьми и уходя по делам я слышал когда на рассказы другим вот когда ты выйдешь замуж твой муж будет дарить тебе украшения подарки шоколад все что ты пожелаешь я подумала боже какая будет у нашей девочки о нее представление романтичные красивая наши взаимоотношения с мужем и о браке встала когда я первый раз собиралась на связание с мужем я думала я терзалась мне было стыдно как я так брошу детей и пойду тут с мужем а дочь вместо мама тебе нужно эти красивые платья но если вы вообще друг с другом не будете выходить если вообще не должны куда и вы начнете ходить на свидание хотя бы раз в месяц это будет уже большим шагом ну а если вы будете раз в неделю это делать это вообще будет очень большим продвижением если вы не можете решить как не получается ну хотя бы раз в месяц это все равно лучше чем ничего ну и практически так же конечно время продумаете деньги которые вы на это потратите о детях позаботиться в это время то есть большие свидания маленькие свидания в общем разные они могут быть зависимость от ситуации у нас например одно бывает свидание крутое 1 месяц одно свидание такое ну среднее одно вообще дешевое простое свидание и мы с ним по очереди планируем я планирую одно ну если у нас например с финансами не очень муж говорит ну давай в этот раз мы такое маленькое свидание соустроим ну ладно в общем это стал уже такой как бы игрой но тем не менее это очень украшено наш брак я из большой многодетной семьи у нас было 5 а у него было 6 да это были кристофа и лина они тоже работа в нашем проекте хайну может прибраться своим домом вы не хотите что ваш дом там если бы ваш дом без развалился ступеньки проложить потонус протекал во время дождя мы не хотите вы не допустите что важным так насколько же драгоценнее наше благословение чтобы работать над что поддерживать его драгоценнее чем наш дом который заработал многие пары скажет у нас денег нет так вот гулять это питанием но есть много разных типов спектр на которым нужно сделать пикник можно приготовить дома взять с собой и отправить на природу мы несколько недель назад слышали историю мы решили прогуляться прогуляться по городу и увидели троллейбус который катался на машине вместе кататься машины некоторые жалеют машины до чтобы но лучше позаботиться я хочу вас видеть и спрашивать и есть один вопрос который пришел готов ответить ну конечно готовы вопрос глубокий спасибо за то чем мы поделились спасибо за эти видео что выражается любовь и уже много моментов упомянули я почувствовал я всегда чувствую когда я встречаюсь какие вы естественные выражения своей любви это то чему я сама всегда стремлю в нашей паре я думаю что мы должны быть такими насколько мы все разные мы можем выражать свою естественность по-разному но мы как дети Бога можем выражать нашу естественную любовь где бы мы ни были и тогда и люди будут к нам притягиваться будут учиться у нас и будут узнавать родители от нас так вот какой момент я прослушала все 23 встречи МММ я слышала много других презентаций один момент который всегда всегда это свидание находить время друг для друга и вы очень много это подчеркиваете прекрасным образом я надеюсь все по-настоящему было много моментов я столько записала себе очень понравилось потому что еще один что нам нужно чувствовать что мы божья дочь и божий сын что мы прекрасны как мы есть это такой прекрасный момент который вы тоже подняли и ну-ка наконец вопрос вот это вопрос когда когда занимаешься когда занимаешься любовью и как ты тоже ментально проживаешь этот процесс как приглашать Бога и как проживать с Ним этот процесс жены должны испытывать любовь не просто в ментальном уровне они это ведь гораздо более интенсивно чем мужчины мужчина это не осознаю потому что это как бы не часть нашего обычного образования нас не учат в школе ну порнография тоже этому не учат нашей церкви тоже не учат как это на российском но есть очень много нехороших исследований книг и также молодые могут более старше поговорить о том как мужчины как довести жену до оргазма отец сказал есть много женщин которые отправляются в духовный мир не и это вообще я думала об этом я не могу сказать что я не согласна с отцом но я думаю что это очень сильно связано с нашим ментальным фокусом логическим чтобы не делал даже если он висит и меня будет целовать если у меня мысли где-то еще самодуша еще где-то это мысли хай этих бывает что я мысленно разговариваю по телефону с кем-то споры в этот момент если моя душа не там я хочу здесь быть с мужем и с богом я ничего не понял я ничего не понимаю я не могу достичь оргазма а моя душа за чем другим я сказал весь мир ждет когда бог спустится а бог спускается когда муж и жена занимается любовью это момент весь мир ожидает этого момента встречи когда я прочитала это время вас я очень захотела с таким вот настроем я могла наслаждаться вы знаете время потребовалось много я хочу предупредить мужчинам нужно много времени много я всегда будет аргат не всегда я стараюсь и ничего и ничего я наслаждаюсь просто знаете тем что я прикосновение моего мужа это прекрасно очень важно муж и жены присутствовать полностью вот в этом моменте здесь и сейчас когда я и вместе когда мы занимаемся любовью когда устаю она и тут говорит а ты в страховой позвонил и все все вырубило просто продолжим завтра ну да такое бывает да я думаю что потому что наш мозг ну как это марк гангер там рассказывает тоже женщины все там все все провода столько эмоций столько всего да столько мыслей обо всем сложно как же пригласить бога это вторая вторая часть этого вопроса как призвать пригласить бог в этот процесс можете ответить нам что-то еще на это несколько второго поколения спрашивали об этом но я оставляю вам представляю вам ответить я уверен можете ответить хорошо как пригласить бога в наше взаимоотношение или будет спрашивают об этом это как первое мы хотим мы хотим чтобы у вас на этом момент нашей жизни вот это вот городе юниверс центр вселенной мы там различные содержания а ты спас как он говорит приглашайте бога ваши взаимоотношения без скружеских отношениях с вашим небесным родителям как важно истина отец об этом он верит что чем важно половая близь на связи с богом но мы иногда мы молимся мы всегда молимся прежде чем отправиться в потерь мы просим небесного родителя да чтобы он пришел а мы призываем я молюсь я прошу бога прийти и я так подглядываю за месту и что она в этот момент делает мы чувствуем что небесная родитель с нами и хочет участвовать в этой книге как ядро вселенной отец говорит что сочетание бога должно было произойти когда адам и ел вступили в брак бог планировал участвовать в этом пережить это все и я думаю иногда просто из-за влияния мы получили отпадшего светского мира это морально мы не думаем о том что бог не может быть ложи что не может быть в сексуальных наших еще один вопрос извините время летает сейчас формулирую этот вопрос мы сможем перейти еще на пятиминутный перерыв и затем наши группах вопрос такой вопрос не это не твой но и и название просто что по-другому относиться используя слово секс или оргазм что-то заниматься любовью мы используем одно и другое я думаю что можно использовать любое слово оргазм это научно мы используем терминологии как говорите и не используем можете обозначать своими словами радость оргазм это что ну как радость от занятия любовью пожалуйста но чтобы женщины это могли испытать духовный мир спасибо спасибо вам большое сейчас нам нужно время для наших рук у нас будет 5 минут на перерыв перед тема вопроса которым подготовили этой сессии обычно мы представляемся встречаемся в маленькой группе сколько нам лет когда мы живем а второй вопрос что вы делаете чтобы создать романтическую атмосферу для вашего супруга третий вопрос почему как вы считаете мы чувствуем что половых органов как ядре вселенной вызывает в ваших мыслях ваших чувств сейчас 5 минут возьмите напиток потянитесь 5 минут наше обсуждение увидите вопрос они будут спасибо и до встречи спасибо и до встречи спасибо и до встречи what is dating exactly so I'm very curious to know more we are back and we have some questions still for our guest do we still have time I just see Andy there I ask you 2 минут oh wow 2 questions 2 минут okay anyway first question is where actually where can we find those books that you talk about before I mean you you say that there are lots of literature talking about sexuality and also I suppose you are talking about this wonderful masterpiece here you we yeah can you welcome we are good all I think well where we can find your collection which can you don't know a piece and Есть электронная версия книги? На Амазоне продается эта книга на английском языке. Недавно еще на французском помогли. Я не знаю, есть ли на Амазоне. Я знаю, что только что закончили. Мы перевели ее еще на 8 языков. Корейский, японский, французский, русский, испанский, португальский, китайский. А итальянский нет. Да. Ну, видна наша работа там будет. Я не уверен, что французский есть на Амазоне, похоже, нет. Но если и нет, то скоро будет. И есть такая тоже электронная версия. А кто автор книги? Книгу написала команда Хайну. В общем, это были командные усилия, еще там тоже и директоры постарались. Есть очень много слов истинного отца и слов истинной матери. И отец тоже делится о том, как страстью, как он говорил, о сексуальности. Здесь поднимаются вопросы и раны, травм. И, с другой стороны, как мы можем достичь свободы, освобождения и радости. Отцу не обязательно было бы говорить, если он и так великий духовный лидер, но нам так важно говорить на эту тему. Нам важно стать сияющими парами. Парами Чон-Льгук. Сияющими милами. Мне очень нравится это выражение. Сияющая пара. Которая показывает, что у нее внутри. Красно. Ну, а можете послать нам список литературы, рекомендуемой? Или книги, которые можно было почитать первым поколением, вторым поколением? Если можно. Если это не слишком много. Да, конечно. Есть пол, я думаю. Можешь показать слайд, Энди? Если больше вопросов нет, мы просто показываем вам упражнение, которое вы можете сделать, провести как пара. Я вам как раз из этого упражнения прочитала вопросы. Что ваш партнер делает, что вас повозбуждало? Как занятие любовью украшает вашу жизнь? И как менялась ваша потребность в интимности на протяжении вашей жизни? В каком состоянии она сейчас? Это очень важно. Очень важно. Посмотреть, можно сказать. Это очень-очень такие вопросы очень напряженные. Их можно будет найти в чате в WhatsApp. Также вы сможете найти их в своих будущих письмах от нас. У нас есть группа в WhatsApp. Присоединяйтесь. У нас есть такой чат. Опять же, присоединяйтесь к этой группе. Ссылка, опять же, будет у вас на посте. Вы можете на нее нажать, и будете частью группы. И у вас будет информация. Обычно мы также ссылку на свои события туда в чат выкладываем. Поэтому очень важно регистрироваться. Наши следующие события будет 16 июля. Попытка от нашей команды МММ. У нас команда небольшая, но у нас есть большая цель. Мы хотим провести события, связанные с исцелением. У нас будет три выступающих. Это будет суббота. У нас будет с 2.30 и до 6.00 вечера. Это будет большое событие, большой семинар. По Москве это в 3.30 ночи. Главным выступающим будет Хильда Виман. Стать как кристалл. Это то, что сказала нам истинная мать. Франц Киршбов Майер поделится о коде эмоций и интересном коде. Это его специализация, а наш дорогой брат Саттлбергер. Все трое аксилий австрийцы, хотя живут в разных странах. Сбирая следы падшей истории, используя входы в начальной энергии. 16 июля, приходите, присоединяйте другие, приглашайте другие пары. Также можете приглашать ваших гостей, которым вы свидетельствует, потому что мы будем рассказывать о собственных родителях. Ну вот, это ссылка для формы обратной связи. Мы очень-очень-очень просим вас, пожалуйста, пришлите нам ваши отзывы. Они так важны для нас, мы их ждем. Мы очень хотим использовать то, что вы предлагаете. И дать все, что вам необходимо. Еще две минуты всего займет. Это форма обратной связи. Большое спасибо. Хотим, на самом деле, завершить этот чудесный вечер. Большое благодарность к нашему гостям, попросив их произнести молитву в совершении. Кто хочет затем вернуться в свои группы для обсуждения, пожалуйста, можете это сделать. Группы еще будут открыты. Затем минут 10-20. Пока полностью не завершим весь вечер. Итак, передаю слово Эви Дуэмитсуэ для молитв. Спасибо, Патриция, и спасибо команде МММ. Вы пригласили нас, что вы так организовали. Мы очень ценим ваши соглашения. Что можете делиться? Присоединитесь к нам, пожалуйста. Дорогой небесный родитель, мы благодарны для нас большая честь. Вы с подосновленными парами, которые делятся друг с другом. О нашем пути благословения небесной родитель. Это путь, которым мы проходим, чтобы развить свой характер. Как мы сделаем совершенство, как мы приходим к Царству Небесному, с полом испытаний и трудностей, возможных и радостей, побед, достижений. Только прекрасных высот, которые мы даже не могли себе вообразить. Спасибо, Небесный. Возможность, вместе с тобой, с нашими братьями и сестрами, многие из нас здесь очень праздную скорую годовщину благословения. Мы так благодарны нашим истинным родителям за то, что они дают нам это прекрасное благословение, которое передает нам этот прекрасный путь, который так меняет нашу жизнь. И мы больше не одни. У нас есть пара. Мы идем вместе по жизни. У нас есть кто, кто любит нас безусловно. И кто-то, кого мы можем любить безусловно. Вместе расти. Мы благодарим вас. Начинаем эту молитву во имя Патральной Богословленной семьи Ванн Больфенбергер. Хочу. Я думаю, важно сказать «Кэс годовщина» и послать сердечки всем. Если вы отмечаете годовщину своего благословения, пожалуйста, сердечки поставьте на ваши экраны. Мы посмотрим. Увидим всех с годовщиной. Поздравляем вас. Прекрасно. Чудесно это ведь. Спасибо, что вы с нами сегодня. Желаю всем и каждому прекрасного-прекрасного вечера. Возвращайтесь к нам на МММ. Если вам понравилось, и вам тут тепло и хорошо, мы с радостью будем всегда вас ждать. Спасибо большое, Дэвид и Митсуэн. До встречи. Всего наилучшего. Я ничего не пропустила? Ничего не пропустила? Спасибо. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...